Валерий Павлинович Шанцев Почему в этом году традиционный форум «Россия единая» сменил название, провел такой ребрендинг? Почему вы решили поменять? Вы знаете, уже 16 лет мы проводим этот форум. Он постепенно претерпевал изменения количественные и качественные. Сначала он был больше региональным. Здесь представлялись достижения, опыт, методики наших нижегородских предприятий. Потом постепенно начали добавляться различные представители из других регионов. Последние несколько лет стали появляться у нас уже иностранные участники, эксперты, фирмы. И, конечно, надо было думать о том, о каком масштабе дальше проводить. Нам, конечно, более интересен международный масштаб, потому что история в ярмарке говорит о том, что ее масштабы были очень колоссальными. В 19 веке это была одна из самых крупных ярмарок в Европе. И мы хотим, чтобы наш форум, экономический форум, звучал не хуже Давоса, не хуже Санкт-Петербурга. И для этого надо было, конечно, менять бренд, потому что все думали, что Россия единая – это внутренний какой-то такой форум, где обсуждаются российские проблемы. Ну и потом некоторые, честно говоря, путали это все с единой Россией и думали, что у нас здесь какие-то политические баталии происходят. И, как правило, говорят, да нет, ну вот форумов-то сейчас достаточное количество, мы лучше поедем там по делу поговорим, у вас что-то там. И как-то мы испытывали здесь определенную потерю наверняка. Чувствовали это интуитивно, провели опрос и почувствовали, что это практически необходимо сделать. Вот сделали первый такой форум под известным всем, наверное, названием «Бизнес-саммит». Это более понятная для всех формула, особенно для иностранцев. Ну и вот результаты сегодняшнего дня, они показывают, что мы не ошиблись и даже еще ожидали более скромные результаты. С ростом, но не так. Пять тысяч участников в конгрессной части, круглых столов, панельных дискуссий уже зарегистрировано. Пятнадцать стран, более тридцати регионов. Губернатор приехал, там зам губернатора. То есть уже другой интерес. Вопрос о бизнесе в России, вопрос о бизнесе в Нижнем Новгороде очень важный. Здесь же идут разговоры о вызовах, которые существуют на мировом рынке. Все обсуждают возможную рецессию, кризис. Как выйти из ситуации в этом планете очень важно. И нам важен этот разговор. И мы видим, что наш первый международный бизнес-саммит, он сразу получил признание уже многих специалистов, экспертов. И, наверное, вот это хороший старт для того, чтобы дальше развиваться. А какие надежды вы связываете с проведением бизнес-саммита? Ведь когда все это задумывались, все равно питали какие-то... Ну, задумывали именно в этом формате. Мы поизучали, а как проводятся бизнес-саммиты в других странах. Посмотрели формы. И самое главное, поняли, что как можно больше нужно делать таких дискуссионных площадок различного масштаба. На несколько человек, десятки человек, сотни человек. Конгрессное мероприятие. И вот таких площадок, вы сейчас посмотрите, везде люди сидят, разговаривают, беседуют. Обмениваются мнениями. Наверняка устанавливаются контакты, будут контракты. Если говорить по-крупному, вот мы только за сегодняшний день не ожидали, что подпишем соглашение на очень серьезную сумму. Мы думали, когда прорабатывали эти соглашения, что будет где-то в районе 9 миллиардов рублей. Вот уже сейчас подписали где-то в районе 12 миллиардов рублей. Это только первый день. Это только первый день. Еще завтра будут подписи. И самое главное, что это очень крупные инвестиционные проекты капитализации. 2 миллиарда, 2,5 миллиарда, 3,5 миллиарда. Сейчас производство керамической плитки подписали. Керамических изделий, не только плитки. На 3,2 миллиарда рублей они изучают состав наших глин, определяются с месторождением. Выбрали место, где будут строить этот завод. Опять новые рабочие места, новые деньги. Новая налогооблагаемая база, новые рабочие места. И по сути мы упорно идем к той цели, о которой говорили всегда. Что нам нужно каждого человека, который находится в работоспособном возрасте, обеспечить хорошей работой, с хорошей зарплатой. С тем, чтобы он все свои проблемы решал сам. А за счет их хорошей работы, заработать финансовый ресурс в областной консолидированный бюджет, чтобы уже сильно защищать тех, кто на рынке силовоза и здоровья не может сам удовлетворить свои потребности. Это пенсионеры, дети. И тоже приводить в порядок, модернизировать нашу сферу обитания, жизненную сферу. Это образование, здравоохранение, культура, спорт. Многие здания у нас устарели. Поэтому нам надо мощными темпами строить новые, реконструировать старые. Поэтому это основа нашей работы, инвестиций. Основная тема бизнеса – это бизнес в России. А вот что для вас бизнес в России? Чем он отличается от бизнеса, я не знаю, других странах? Вы знаете, бизнес в России, он прежде всего отличается тем, что он по технологическому своему развитию, по современности технологий основных фондов существенно отстает от такого же бизнеса в развитых экономических странах. Мы вот когда начинали в 2005-м, то мы считали, что по уровню производительности труда мы приблизительно в 4,5-5 раз отстаем по всем абсолютно отраслям. А у нас их 20 основных отраслей, 6 поддерживающих. И везде были разработаны мероприятия. Мы упорно работаем над выполнением этих мероприятий. В 2,6 раза мы за первые 5 лет до 2010 года подняли уровень производительности труда. Соответственно, выросли и заработные платы, и среднедушевые доходы. А все равно еще отставание велико. Поэтому здесь, на саммите, мы продолжаем эту работу и говорим, что мы не выдержим соревнований ни в ВТО, ни без ВТО, если не будем заниматься реальной модернизацией, реальным внедрением передовых технологий. И люди не будут работать на тех предприятиях, у которых низкая производительность труда и низкая заработная плата. Практика показывает, что такие рабочие места нижегородцы не идут, приходится их временно замещать мигрантами. Но это же не бесконечно. Скажите, а что все-таки власть может сделать для того, чтобы бизнес и малый, и средний, и крупный развивался беспрепятственно? Ну, власть, она сама не должна заниматься бизнесом, она должна создавать условия для бизнеса. Ведь любой бизнес, он создается на конкретной земле. Нужно иметь конкретные основные фонды, установленные там оборудование, рабочую силу, хорошие компетенции инженеров с пониманием и современными знаниями. Поэтому вот всю эту цепочку, весь этот конвейер может связать только власть, потому что сам инвестор, работодатель или бизнесмен этого сделать не сможет. У него для этого нет ни организационного, ни административного, ни финансового ресурса. Поэтому вот законы, которые помогают здесь ввести эту деятельность, у нас есть вот сейчас свод законов, который считается одним из лучших в Российской Федерации. Это законы об инвестиционной деятельности, это закон об инновационной деятельности, это закон поддержки технопарков, закон о частно-государственном партнерстве. Все это в свод, если взять, дает определенные преимущества тем, кто приходит в наш регион. И регион, по мнению многих экспертов, иностранцев, является одним из наиболее выгодных для того, чтобы вести бизнес. Здесь наименьшие риски. Наш Нижний Новгород в пятерку попал, городов, где как раз такая ситуация отмечается. Поэтому наше географическое положение, оно тоже играет роль. Мы находимся в центре европейской части России. У нас хорошая логистика, у нас хорошее развитие транспортной инфраструктуры. Есть все виды транспорта, что крайне важно для того, чтобы и подвозить комплектующие материалы, и развозить готовую продукцию. У нас 258 тысяч студентов. 50 тысяч каждый год мы выпускаем в основном инженерных, созидательных специальностей. Это говорит о том, что все рабочие места, которые здесь создаются, они будут заполняться людьми современными. Вот у нас сейчас проекты какие? В этом году входит в строй Центр по сопровождению клиентских операций, Сбербанка России. Это 3,5 тысячи рабочих мест, в основном для молодежи. Это информационные технологии, самые современные. Это хорошая зарплата до 40 тысяч рублей в месяц. Пожалуйста, закончил ВУЗ, иди не обязательно надо уезжать куда-то там в Силиконовую долину. У нас уже свои такие рабочие места создаются. У нас в бизнес-саммите принимает участие понамоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. От чего нужно сегодня, на ваш взгляд, защищать предпринимателей, и что нужно сделать для того, чтобы бизнес был прозрачный со всех сторон? Знаете, много очень говорится на этот счет. Мы давно уже над этой темой работаем. У нас есть и собственное министерство поддержки малого предпринимательства, и министерство инвестиционной политики. Вообще, наша политика заключается в том, чтобы не обижать предпринимателей, а помогать им реализовывать все их задумки и мысли. У меня есть четкое понимание, что это надо делать. И нам, конечно, в том объеме, в котором там предполагается, такие институты не нужны. Хотя мы тоже вводим такого уполномоченного, и мы с экспонентом Титовым об этом уже условились. Он прислал уже рекомендательное письмо. Мы согласились. По всей видимости, таким уполномоченным будет Павел Солодкий, известный у нас и предприниматель, и общественный деятель, один из руководителей общества опора России. Поэтому, если у кого-то будут возникать какие-то трудности, проблемы, нужно иметь структуру, где можно откровенно, честно рассказать об этом. Ведь часто предприниматели обозначают проблемы, но когда надо бороться, они все в сторону уходят. И власть остается один на один с этой проблемой. Здесь, может быть, да, они все-таки почувствуют, куда можно пойти, будут меньше опасаться. Еще хотелось бы поговорить вот о чем. Сейчас в рамках бизнес-саммита проходит еще и традиционный уже Всероссийский конгресс СМИ. Вы сегодня его открывали, встречались с главными редакторами федеральных и региональных СМИ. Какие надежды вы связываете с проведением конгресса и как первые впечатления? Первые впечатления хорошие. Очень много приехало и федеральных средств массовой информации, руководителей, и главных редакторов, и заместителей главных редакторов. Это говорит об интересе к нашему форуму СМИ, к международному бизнес-саммиту. Шикарная, на мой взгляд, площадка наших нижегородских СМИ. Они представляют всех тех, кто сегодня составляет, собственно говоря, медиа-сообщество нашей области. Оно одно из самых развитых. И Нижний Новгород, Нижегородская область по праву является одним из центров. Как раз работают традиционные СМИ и новых каких-то форматов. У нас зарегистрировано только 750 средств массовой информации, в том числе и 180 электронных, и остальные все печатные. Поэтому много у нас призов, завоеванных в различных российских международных конкурсах, и ТЭФИ, и ничего такого у нас нет. Это говорит о том, что нас уважают, и к нам уже два года подряд приезжают все ведущие журналисты России, зарубежные средства массовой информации на наши традиционные уже ежегодные конференции СМИ. Ждем одного, чтобы ответить на вызовы. А как должна работать пресса с точки зрения развития экономики, освещения бизнеса. Ведь не секрет, что и позитивные процессы проходят, и негативные процессы проходят. Но из позитивных это внедрение новых технологий, инновационное развитие, рост инвестиций, создание новых производительных сил. Из негативных это и недружественное поглощение, преднамеренное банкротство, и целый ряд, и уход от налогов частью бизнесменов. И нужно показывать и то, и другое, и уметь сосредоточиться, и грамотно все изложить. Поэтому здесь даже предлагали создать какую-то школу, где можно было бы научить людей, каким образом нужно видеть вот эту бизнесовую ситуацию. Хотя этому не просто научить, и мы все сами знаем, что по одной и той же экономической справке статистической можно написать несколько материалов от позитивного до полностью отрицательного. В зависимости от того, что ты хочешь там увидеть. Поэтому это важно, чтобы у нас была прямая обратная связь с людьми бизнеса. От бизнеса все живем, от бизнеса живет область. Не будет развиваться бизнес, не будет развиваться область. И рука на пульсе здесь должна как раз держать пресса, средства массовой информации, чтобы мы могли почувствовать, а где вот мы еще не дорабатываем, а где нужно более активно работать, над чем нужно трудиться. Иногда кажется все просто, а на деле получается как всегда. Я знаю, у вас в этом году был уникальный опыт. Вы попробовали себя в роли журналиста. Как впечатление? Тяжелый труд, тяжелый хлеб. И брал интервью, и носил штатив, и поднимал участие в монтировании этой записи. Ну, честно говоря, и понравилось, и в то же время понял, насколько это ответственность, эти выезды, планерки. Это специфичная очень работа. Причем она ограничена по времени. И нужно в короткое время решить вопрос глубины, качества и правдивости этой информации. И этот вопрос нельзя отнести на завтра. Либо газета, либо какая-то программа, она должна выйти вот через час, через два, через три. И человек должен подписать и сказать номер выпуска. На производстве там кто-то занимается комплектующими, и на складе лежат детали, из которых можно что-то собрать. А здесь, вот они два чистых листа, газеты, и их надо заполнить. А чем? Никто же не приходит и не говорит, возьмите у меня, возьмите у меня. Все надо найти. Сегодня приходили, когда к нам гости, те, кто уже был с вами на встрече, они отмечали вашу открытость в разговоре с журналистами. Я думаю, что как раз одна из тех причин, еще и в том, что вам удалось влезть в шкуру журналистов и все это прочувствовать. Ну что ж, большое спасибо вам за беседу. Спасибо, что нашли время поговорить. Я знаю, что у вас еще много дел. Все доброго, дел действительно всегда. Много, особенно на саммите сейчас. Много встреч, много бесед. И вот сейчас буду встречаться с иностранцами в том числе. Это все очень много приносит положительных дивидендов. Узнают область, узнают нас всех, перестают бояться. Уже не думают о нас, о том, что у нас везде холодно и медведи. Ну что ж, большое спасибо. Я напоминаю, что у нас в студии был губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев, который пойдет дальше работать на бизнес-саммите. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok